Республиканский бюджет Беларуси 2022 сохранит свою социальную направленность. На заседании Совмина обсуждались проекты прогноза социально-экономического развития. Основных направлений – денежно-кредитной политики на следующий год. Рост ВВП на уровне 2,9%, реальных доходов на 2% и экспорта почти на 6,5%. Выпускать новые товары поможет модернизация предприятий и привлечение инвестиций. Это сделает сильнее и регионы. В Беларуси начался топительный сезон. С сегодняшнего дня батареи начнут греть в домах, в детсадах, школах, больницах и музеях, библиотеках и гостиницах. Повысилась температура на градусниках еще в понедельник. Последние в очереди на тепло – административные и промышленные здания. 22 сентября в Минске день без автомобиля. Водители могут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта. Для этого нужно предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации машины. В программе – пробеги на велосипедах, электронных средствах, индивидуальной мобильности, выставки на тему зеленой инициативы в школах. В Бобруйске начала работать приземная комиссия. В военном комиссариате города Глузского, Кировского и Бобруйского районов проходит заседание. Там решается вопрос, кто отправится в ближайшее время на срочную военную службу. Получит отсрочку или вовсе будет освобожден. Этой осенью планируется набрать около 400 человек. Бобруйчанка Вера Хвощинская завоевала серебро Европы по шашкам 64 в классической программе среди женщин. Это был отборочный этап к чемпионату мира 2022. Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 13 стран. В том числе Беларуси, Россия, Эстония, Литвы, Израиля, Молдовы, Чехии.